Приветствую вас! Сегодня я хочу рассказать вам еще немного интересного о приметах рождения в разных странах. На днях, буквально, мы уже обсуждали с вами, что в семьях и странах по всему миру вынашивание рождения и воспитания детей проходит достаточно своеобразно. Вот, к примеру, в Израиле в нерелигиозных семьях воспитание происходит так. Родители воспитывают жестко, но в то же время предоставляют свободу своему ребенку. Для родителей вообще важно, чтобы дети выросли умными, воспитанными, успешными и добрыми людьми, как и во всех странах. В Израиле детям разрешается баловаться, но если ребенок переходит границы собственной безопасности, то родители об этом ему напоминают. Так вот, немного вам примет. Перед родами женщину не принято оставлять одну, чтобы злые духи не могли на нее повлиять. Во время родов все зеркала в доме должны быть завешены, потому что они являются проходом для демонов. Еще в Израиле лучше не фотографировать детей до трех лет, так как считается, что фотоаппарат, как и зеркало, пропускает демонов в этот мир. А вот итальянские традиции уже другие. Частично об итальянских семьях и традициях я, как вы помните, рассказывала вам, когда путешествовала по этой прекрасной стране. Но, напомню, итальянские родители очень балуют своих детей. По этой причине детки иногда относятся с пренебрежением к вещам. Также итальянские мамы славут достаточно беспечными и во время беременности они спокойны к тому, что употребляют в пищу. Но и не заморачиваются выбором продуктов. По мере взросления детей не принято одергивать, делать им замечания, чтобы у них не возникало никаких комплексов. Ну, вот еще вам пару примет. Если беременная женщина в Италии встает, поворачиваясь на правый бок, то будет мальчик, а если на левой, то девочка. Забавно. Если у беременной уже есть старший ребенок, то надо непременно обратить внимание на то, какое слово он скажет первым. Мама или папа. Если мама, то в следующей семье родится девочка, а если папа, то мальчик. Вообще интересно, работает эта примета или нет. Если женщина в интересном положении мучает изжога, то это признак того, что ребенок родится с густыми или длинными волосами. Ну, а если ребенок рождается с волосами, самые длинные, из которых находятся на макушке, то, скорее всего, появится в семье еще один ребенок. Вот такие итальянские семьи и приметы о рождении и воспитании. Ну, а вот если мы с вами обратимся к солнечной Греции, давайте вспомним, что есть у них. Мы с вами узнаем, что греки заводят семьи довольно поздно, поскольку живут в свое удовольствие. Больше двух детей у греков бывает очень нечасто, особенно в крупных городах. Первого ребенка рожают ближе к 40 годам, в этот момент родители обычно становятся мужем и женой официально. Беременность воспринимается, ну, как дискомфорт и гордость. Такое необычное сочетание вот у греков. В Греции будущие маме стараются всячески угождать. Последнее на сегодня, чем я хочу с вами поделиться, это греческие приметы. Греки вешают или прикрепляют ребенку от сглаза оберег в виде синего глаза, примерно как в Турции. Там считается, что дети с младенчества очень сильно подвержены дурному воздействию извне. А на крещение ребенка крестные должны подарить малышу золотой крестик, обязательно на золотой цепочке и полный-полный комплект одежды, иначе ребенку всегда будет не хватать одежды, и по жизни он будет идти неверно. Вот так считают греки. Хотя я знаю, что во очень многих странах эта примета также соблюдается, и крестные дарят весь комплект.